Здравствуйте мои уважаемые подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим затирание. Заторный фильтр. Стремление ускорить и механизировать фильтрацию привело к конструкции разных устройств, из которых в широком масштабе распространился только фильтр пресс. При его использовании значительно ускоряется фильтрация. Можно перерабатывать тонкий помол и тем самым повысить выход экстракта. А также применить большее количество несоложенных материалов, которые затрудняют нормальную фильтрацию в фильтрационном чане. Однако первоначальные расходы выше, чем при использовании фильтрационных чанов. Обслуживание и ремонт, включая мойку салфеток, более дороги и поэтому фильтр пресс пригоден только на больших заводах с непрерывным производством, на которых можно полностью использовать преимущество сокращенной фильтрации. Конструкция фильтра пресса схематично представлена на экране. Он имеет массивную чугунную подставку, на которой расположены чугунные рамы и плиты. На обоих концах фильтр закрыт торцовыми плитами, внутренняя стенка которых сделана так же, как и все остальные плиты. Плиты и рамы зажимаются между торцовыми плитами стяжными винтами вручную или гидравлические. Фильтрация идет через фильтрационные салфетки и слой дробины в камерах достигает только 6-7 сантиметров. Используя салфетки увеличивают фильтрационную площадь в 4 раза, благодаря чему фильтрация значительно ускоряется. Нижний слой дробины также лучше и скорее выщелачивается, чем в фильтрационном чане. Фильтр прессы разных фирм отличаются конструкцией рам, плит и вспомогательного оборудования. Обычно рамы и плиты изготавливают из чугуна. Форма таких рам и плит видна на экране. Каждая рама имеет наверху круглое отверстие, из которого узкий канал ведет внутрь рамы. Отверстия с двух сторон снабжены резиновой прокладкой. После затягивания фильтра образуют по всей длине сплошной канал, по которому затор втекает в отдельные рамы. Между двумя рамами всегда находится рифленая плита, на которую натянута салфетка. Фильтрация сусла и выщелачивание дробины схематически изображены на рисунке. При перекачке затора дробина осаждается в камере, а сусло протекает через салфетки. По вертикальным ребрам плит сусло стекает к фильтрационным кранам, которые выходят в фильтрационный лоток. Краны некоторых новых конструкций можно переключать на центральное выпускное отверстие, так называемая закрытая фильтрация. После фильтрации первого сусла сразу уже начинается выщелачивание дробины. Фильтрационные краны закрывают и выщелачивание идет обратным процессом. Горячая вода нагретая до температуры 78-80 градусов Цельсия поступает в каждую нечетную плиту. Проходит через салфетки и слой дробины в камере до вертикальных ребер четной плиты. Как только камеры полностью заполняются водой и весь воздух из них вытеснится, открывают краны у каждой четной плиты и начинают выщелачивание. Поскольку вода втекает в каждую нечетную плиту, при фильтрации может быть открыт только каждый второй кран. Выщелачивание проходит при постоянном притоке воды до тех пор, пока плотность промывных вод снизится до требуемой величины. В комплект фильтр пресса входит гидравлическое устройство для затягивания фильтра, манометр для контроля давления в фильтре, ориометр, сахарометр, вмонтированные в выпускное отверстие для сусла и промывных вод. А под фильтром желоб со штыковым транспортером для отвода дробины. Фильтрация первого сусла и промывных вод. Разобранный фильтр пресс перед фильтрацией опрыскивают водой и в него закладывают салфетки. Большие фильтры с прижимом с обеих сторон заполняют от центра. Фильтры меньших размеров с задней неподвижной торцовой плитой от этой плиты. В каждую плиту с двух сторон закладывают салфетки и плиту прижимают к раме. Рамы и плиты имеют резиновые прокладки. После сборки их затягивают стяжными винтами вручную. Фильтр должен быть герметичен и во время работы герметичность не должна нарушаться. Перед первым заполнением для прогрева фильтра в него вводят горячую воду. При непрерывном производстве фильтр остается теплым и не должен специально подогреваться. Потом избыточным давлением около двух атмосфер проверяют герметичность фильтра. Если он герметичен, то выпускают горячую воду и в фильтр начинают подавать затор. А сахаренный затор закачивают в фильтр из заторного чана или котла при постоянном перемешивании. Необходимо, чтобы затор до конца перекачки был одинаковой густоты и дробина в камерах распределялась равномерно. Воздух из фильтра выпускают через краны, находящиеся на каждой плите. Или через верхний канал плит. Подача затора не должна быть слишком быстрой, чтобы дробина не сжалась. Регулировать ее следует соответственно стоку. У некоторых фильтров обеспечивается переток избыточного затора снова в чан. При перекачке затора в фильтр пресс избыточное давление не должно превышать 0,5 атмосферы. Слишком сжатая дробина выщелачивается с трудом. Первые части сусла, протекающие через салфетки, не совсем прозрачные. Осветление начинается тогда, когда на салфетках образуется фильтрующий слой из коагулята и дробины. Прозрачность сусла контролируют у кранов или через смотровое стекло в трубке для стока сусла в котел. При фильтрации первого сусла действуют приблизительно те же факторы, что и при фильтрации в фильтрационном чане. Помол может быть тонкий, однако не слишком. Он не должен содержать более 15-18% тонкой муки под решетного продукта. Качество солода при фильтрации проявляется в том, что заторы из хорошо растворенных солодов фильтруются лучше. И сусла из них имеет более сильный блеск, чем из солодов короткого ращения. Нормально фильтрация первого сусла должна заканчиваться одновременно с перекачкой затора. То есть приблизительно через 30-40 минут. Выщелачивание дробины начинают непосредственно после окончания фильтрации первого сусла. То есть как правило сразу после стекания первого сусла. Воду нагретую до температуры 78 градусов Цельсия накачивают в плиты через верхние и нижние каналы. Краны или общий спуск сусла должны быть закрыты. Ожидают пока из камер будет полностью устранен воздух и через дробину пропускают воду. Потом открывают краны четных плит и при постоянном притоке воды проводят выщелачивание. Важно чтобы размеры камеры были равномерно заполнены дробиной. Если бы над дробиной осталось свободное пространство, то вода проходила бы через эту часть быстрее, чем через слой дробины. И она выщелачивалась бы недостаточно. Поэтому объем фильтра должен соответствовать массе используемой засыпи. На 100 кг которой приходится 120 литров пространства фильтра. В зависимости от этого определяется число рам. Однако в производстве всегда следует проверить возможные варианты. Поскольку механический состав дробины влияет и на объем дробленого солода и дробины. Вместо того, чтобы изменять число рам, лучше регулировать наполнение рам и изменяя объем засыпи. Не рекомендуется вводить пустые плиты. При удовлетворительном составе помола из хорошего солода дробина выщелачивается при таком же избыточном давлении, как и при фильтрации первого сусла. То есть от 3 до 4 десятых атмосфер. При работе со старыми забитыми салфетками, а также к концу фильтрации следует повысить избыточное давление. Однако нельзя превышать давление в одну атмосферу. Чтобы не образовались каналы, через которые вода протекает быстрее, чем выщелачивается дробина. При высоком давлении некоторые салфетки могут порваться, а из фильтров старых конструкций плиту с порванной салфеткой на ходу нельзя устранить. Прозрачность промывных вод контролируется через смотровое стекло, плотность сахарометров, юстированным при 75 градусов Цельсия в специальном проточном устройстве, чтобы контроль мог быть непрерывным. Дробина находится в фильтре в тонком слое 6-7 сантиметров и поэтому выщелачивается меньшим объемом воды, чем в фильтрационном чане. Можно достичь также более низкой плотности последних промывных вод, однако обычно не выщелачиваются ниже 0,5%. Последние промывные воды из фильтра удаляют паром или воздухом. После окончания выщелачивания гидравлическое давление снижается или ослабляются зажимные винты и торцевая плита оттягивается от рам и плит. Потом постепенно отдельные рамы и плиты устраняют и дробину выколачивают в лоток под фильтром, из которого она поступает на шнековый транспортер. Салфетки снимают и помещают в стиральную машину. Фильтр ополаскивают сильной струей воды и после закрепления чистых салфеток подготавливают к следующей фильтрации. Изучалась скорость фильтрации в фильтрационном чане и фильтр прессе на двух предприятиях при использовании приблизительно одинакового сырья и проведении одинакового способа затирания. Полученные величины представлены в таблице на экране. Конструкции фильтр прессов отличаются различными усовершенствованиями, ускоряющими фильтрацию и облегчающими условия обслуживания. Тяжелые чугунные плиты заменяют легкими, вместо сплошных ребра используют решетки, через которые сусло и вода протекают быстрее. Подвод промывной воды осуществляется по-разному, однако так, чтобы можно было выщелачивать сверху, вниз и наоборот. Затор подводится с обоих сторон, чтобы дробина распределялась равномерно. Положение кранов обеспечивает фильтрацию непосредственно или централизованно. Объем от текающего сусла и промывных вод контролируется расходомером, прозрачность фотометром. Сжатие плит и рам обеспечивается червячной передачей с электромотором, автоматически отключающимся. Устройство предназначено одновременно для отвода тарцовых пластин после окончания фильтрации. Фильтр пресс – это технически усовершенствованное устройство по сравнению с фильтрационными чанами. И это устройство требует внимательного обслуживания и ремонта. Явными преимуществами фильтр прессов является экономия времени, более высокий выход экстракта, возможность перерабатывать и плохо растворенные салата и большие доли заменителей. Недостатками – это трудоемкость при обслуживании, расходы на заготовку салфеток и работы, связанные с их промывкой и, наконец, большие предварительные расходы на все оборудование. Разница в потреблении электротока и тепловой энергии между фильтр прессом и чаном несущественна и, как правило, компенсируется. Мойка и содержание салфеток для фильтрации. Салфетки, предназначенные для фильтрации сусла, должны иметь достаточную фильтрующую способность и одновременно задерживать тонкие коагулянты. Необходимо также, чтобы они были достаточно стойки к механическому износу, амортизация при затягивании рам, при промывке и давлении. Салфетки могут быть льняными, хлопчатобумажными, а в последние годы практически все они кизельгуровые. И существует уже примерно где-то 10 лет как технология регенерации кизельгура. Но, к сожалению, это даже эта относительно современная технология регенерации кизельгура дает возможность добавлять регенерированный кизельгур к новому кизельгуру в количестве не более 10%. Ну, скажем так, в объеме пивоваренного производства в России, эти 10% они практически слезы, это ничто. Однако мы вернемся к теме нашей видео лекции. По фермену хлопчатобумажные салфетки должны быть из ткани с массой 400-450 грамм на квадратный метр. На практике успешно используются также более легкие салфетки. После каждого употребления салфетки нужно хорошо прополаскивать для очистки от веществ, содерживающихся при фильтрации. Салфетки прополаскивают в простейших моечных машинах, размещенных вблизи фильтра. Моечная машина состоит из двух барабанов из оцинкованной жести. Наружный прочно закреплен на подставке, внутренний вращается попеременно в обе стороны. Он имеет отверстие, внутри черпаки, на которые уложены салфетки. Оба барабана имеют дверцы. Во внешний барабан подводится теплая вода и пар. При промывке вода протекает через салфетки в разных направлениях и тем самым их очищает. В обычном производстве салфетки промывают только водой и тут же снова используют. Излишняя сушка способствует возникновению инкрустации, которые забивают салфетки. Обычно в практике салфетки, которые были использованы 40-50 раз, замачивают в 2% растворе щелочи натрия с добавлением препарата фосфора. И после чего хорошо прополаскивают. Хорошие салфетки при правильном уходе можно использовать 300-400 раз. Для старых плохо промытых салфеток требуется при фильтрации более высокое давление и длительная фильтрация. Стирка салфеток обычно продолжается около часа. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, когда они выходят. Поставьте лайк. Поделитесь этим видео с другими людьми, которым оно могло бы быть интересным и полезным этим людям. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok